МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале РЕН новости Муром в студии Кристина Песоцкая. Здравствуйте. Актуальные темы и последние события из жизни города прямо сейчас. Сегодня в программе. Старым домом меньше. Улицу Советскую продолжают готовить под предстоящую реконструкцию. Крупный лов. Муромские полицейские задержали двух наркокурьеров. Изъято более 2 килограммов запрещенного вещества. В помощь предпринимателям 17 октября в администрации округа пройдет информационная встреча по вопросам ведения бизнеса. Участие почетно, победа престижна. На Муромском приборостроительном заводе состоялся конкурс профессионального мастерства. Сверхъестественный футбол. В 13-м туре ПФЛ Муром одолела лидера первенства из Чертаново. Для знатоков и любителей. Новый вопрос викторины о родном Муроме. А также прогноз погоды и бизнес-информация. Жильцы ветхих домов продолжают получать благоустроенные квартиры. Так, на этой неделе завершилось переселение дома 4 по улице Советской. Из здания, которому уже больше века, в новое жилье переезжает последняя семья. Наша съемочная группа застала жильцов за сбором вещей. Подробности в сюжете. Преклонный возраст дома номер 2 по улице Советской ощущаешь уже, войдя в подъезд. Лестница покосилась и грозит проломиться. Семья Марина Фроловой въехала в одну из квартир в 30-х годах прошлого века. Сама женщина прожила здесь всю жизнь. Но несколько лет назад жильцы всерьез обеспокоились за свое шаткое положение. Мы обратились в администрацию, они провели процедуру оценки, признали дом непригодным и нас поставили на очередь. Из ветхого дома выехали уже три семьи. Все граждане получили благоустроенные жилые помещения в первичном рынке жилья или во вторичном рынке жилья. Фроловы последние, кто покидает эти стены. Вещи почти собраны. В ближайшие дни семья переедет в новую трехкомнатную квартиру на улице Дзержинского. Старый дом оставляется слезами на глазах. Жалко иногда, плачу. Но ничто не сделаешь. Дом уже все. Он, как и человек, тоже свой срок все имеет. Будем переезжать. В текущем году администрация округа Муром переселила жильцов из 40 жилых помещений, признанных непригодными и подлежащими сносу. В том числе и из соседнего дома номер 4 по улице Советской. Ольга Килешина, Александр Симонов. Новости Муром. Крупным ловом закончилась спецоперация, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего муромлянина и 25-летнего уроженца Нижегородской области. Безработные молодые люди подозреваются в причастности к незаконному обороту наркотиков на территории двух регионов. В ходе предварительного следствия было установлено, что задержанные около 7 месяцев работали курьерами в интернет-магазинах, реализующих запрещенные вещества. При проведении следственных мероприятий в одном из районов Мурома полицейские обнаружили тайник, из которого изъяли 300 прозрачных пакетиков с синтетическим наркотиком. Кроме того, по месту жительства одного из задержанных оперативники обнаружили весы, картонные коробки и пластиковые контейнеры, в которых находилось около 2 килограммов наркотического вещества. По данному управлению наркоконтроли по Владимирской области, изъятые наркотические средства фигуранты планировали реализовать на территории Мурома и Нижегородской области бесконтактным способом, организуя тайники-закладки. Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. Узнать об изменениях законодательства, современных тенденциях, развитии бизнеса и государственных мерах его поддержки. 17 октября в рамках проекта «Бизнес-автобус» в актовом зале городской администрации состоится встреча специалистов с муромскими предпринимателями. Мероприятие организуется при поддержке участия Владимирского областного отделения «Опора России» с участием объединения предпринимателей округа Муром. На встрече узнаем о форме государственной поддержки бизнеса в этом году и в следующем году. Будет презентован сервис «Бизнес-навигатор», очень нужный и полезный, на мой взгляд, для любого предпринимателя. Также мы узнаем об изменениях в порядке реализации алкогольной продукции, о новациях в законодательстве, как и о том, как в следующем году будут применяться онлайн-кассы в предпринимательской деятельности. Информационно-консультационный проект состоится 17 октября в формате деловой встречи предпринимателей с представителями власти, контролирующих и проверяющих органов. Начало общения в 11 часов. 17 специальностей и более 200 участников на Муромском приборостроительном заводе состоялся традиционный конкурс профмастерства. Ежегодные соревнования рабочих проходят на предприятии с 1999 года, а победа в них считается особо престижной. За ходом состязаний наблюдала наша съемочная группа. Уже 18 лет Муромский приборостроительный завод не изменяет своей традиции. Ударники труда, молодежь и ветераны производства ежегодно борются за право быть лучшими. В далеком 1999 году конкурс начинался всего с трех профессий – фрезеровщики, токари и слесари. Сегодня в нем участвуют представители 17 специальностей. Наш цех занимается изготовлением капселей воспоминителей как гражданского, так и военного назначения для разных видов стрелкового оружия. Основная задача девушек – это определить дефект изготовленных изделий. Задания им заранее уже приготовленные, значит, в изделия вложены, изделия с малозаметными дефектами. В каждой номинации своя специфика. Чтобы найти брак в таких мелких деталях, нужен зоркий глаз и терпение, говорит начальник цеха Сергей Ларюшкин. А вот токари в работе руководствуются чертежом, которому должно соответствовать изделие. Сергей Сидоров признается – качественно выполненную деталь приятно держать в руках. Сам Сергей Павлович уже 42 года за станком. День конкурса празднует 60-летие. Придерживается принципа – главное не победа, а участие. Мои сестры, братья работали в этом цеху. И по словам, по разговорам, чем занимаются они здесь, что-то делают. И меня тоже потянуло на это дело. И сестра привела меня сюда, старшие. И, короче, завертел, закрутился. Тамара Серегина тоже бывалый ветеран производства и конкурса профмастерства. Уже 35 лет занимается далеко не женской работой. Тамара Николаевна – сварщица. В профессию пришла по стопам отца. Когда я пошла в первый класс, у меня отец был бригадиром. И я увидела вот этот голубой гонек, шла с букетом цветовый. И мне так понравилось это. И я потом поступила в техникум. А здесь соревнуются электромонтеры. Так же, как и в других номинациях, выполняют практические задания и теорию. Устную часть принимает почетный сотрудник завода, заслуженный энергетик России Александр Силантьев. Хотя и вышел на пенсию, с удовольствием входит в состав жюри конкурса. Участников судят строго, но справедливо. Как на экзамене. Я в своей деятельности, когда работал на заводе, я очень много занимался преподаванием. У нас были и курсы по повышению квалификации электромонтеров. И было много других вещей, когда приходилось, будем говорить, проводить обучение инженеров, технических работников. После завершения испытаний и подведения итогов настаёт время для награждения. Среди фрезеровщиков победил Алексей Савин. У Алексея Малюкова первое место в номинации «Токари». Лучшим слесарем становится Сергей Мясников, сварщиком – Александр Калиненков. Победители и призёры поощряются разовой премией и надбавкой в течение года в размере от 10 до 20%. Участники, набравшие не менее 80 из 100 возможных баллов, тоже получают надбавку – 5%. А главное – конкурс даёт возможность совершенствоваться в своём ремесле и сохраняет преемственность заводских традиций. Анастасия Белова, Николай Младёнов, Новости Муром. Сверхъестественный футбол. В минувшую субботу футбольный клуб «Муром» принимал на своём поле лидера ПФЛ «Зона Запад» команду «Чертаново». До встречи с муромлянами гости не проиграли ни одного матча и считались фаворитами. Накануне 13-го тура болельщики «Мурома» в социальных сетях даже призвали на помощь героев фильма, борющихся с тёмными силами. То, что на игру с лидером футболисты «Мурома» вышли за предельным настроем, стало ясно с первых минут. Высокий прессинг, активная игра в центре, перехваты разрушали все попытки гостей создать опасность у ворот хозяев. В свою очередь футболисты «Мурома» раз за разом опасно атаковали. До перерыва счёт не изменился, а после рисунок игры не поменялся. «Муромляне» полностью контролировали ход игры, допустив лишь раз оплошность защиты. После проникающего паса в штрафную нападающий гостей вышел один на ворота. Но вратарь «Муромлян» Сергей Бородин сыграл надёжно. А на 77-й минуте после штрафного удара мяч от игрока гостей залетел в ворота Чертанова. Окончательный итог игры в компенсированное время подвёл Антон Литюжнов. Красивая победа позволила подопечным Сергея Бойко сохранить за собой четвёртую строчку турнирной таблицы. В копилке «Красночёрных» после 13 туров 25 очков. От столичного локомотива «Казанки», занимающего третью строчку турнирной таблицы, наша команда отделяет всего одну очко. От ивановского текстильщика, идущего вторым, 4 очка. От лидера турнира Чертанова – 7. Игра с нашей стороны не получилась. Мы не готовы оказались к такому давлению настоящему, которое соперник нам оказал. Плюс всё-таки такое поле, коврик, когда дождь без конца мяч скользил. И это создавало немножко нервозность, возможность для большого количества борьбы. И сегодня эту борьбу мы не выдержали. Да, были отрезки, когда мы играли вполне нормально, в общем-то, до пропущенного года. Хочу поздравить также всех и болельщиков, и руководство, и администрацию, игроков. То есть, действительно, одержали хорошую победу, причём абсолютно заслуженную. Единственное, что позволили сопернику, это вот во втором тайме выйти один на один, где нас Серёга Бородин спас, за что ему огромное человеческое спасибо. А так, по моментам 6-1, по ударам там вообще численные преимущества. Всё, что они могли, это били с дальних дистанций, пытались контролировать матч в центральной части. К чему абсолютно были готовы. Поэтому даже те ограничения в составе, которые у нас есть, они нам не мешают набирать очки. Ну, а ребята, если бы не была какая-то возможность, я бы им медаль сегодня повесил бы ещё на шею бы. Потому что они просто красавцы. И надеюсь, что болельщики, которые сегодня пришли в дождливую погоду, им ещё раз спасибо. Они нам кричали молодцы, но они молодцы не в меньшей степени, потому что вот именно сегодня они с первой до последней минуты нас поддерживали. И, естественно, это, конечно, положительно сказалось на результат. Следующий свой матч ФК «Амуром» проведёт также дома в пятницу, 20 октября в 14 часов. Наши футболисты будут принимать «Спартак» из Костромы, который отстаёт всего на два очка. Так что игра с турнирной точки зрения будет важной. Ну, а далее короткая реклама. Не приключайтесь, впереди ещё новый вопрос «Викторины». Не знаю свой город и прогноз погоды. Горячая распродажа тёплых зимних одеял в магазине «Текстильсеть». Одеяло «Экосония», «Верблюжья» и «Овечья шерсть» всего 550 рублей. «Текстильсеть». ТЦ «Кумир», второй этаж, Ленина, 110А. Всё это теряет свой смысл без регулярных визитов к стоматологу. Сеть стоматологии «Жемчуг». Мы сделали это. Пригласили врачей из разных городов. Мы предлагаем медицинские услуги практически по всем направлениям. Елена Медклиник. Медицина, которой вы можете доверять. «Знайте Муром». Истории города и судьбы известных муромлян в вопросах краеведческой телевикторины. 28-я загадка посвящена спортивной жизни города. О чём она? Смотрим в сюжете. В 1974 году на водонапорной башне одной из главных достопримечательностей Мурома висели музыкальные часы. Многие жители ещё помнят те времена, когда могли ежечасно слышать мелодию одной известной песни на муромской дорожке. Как она называлась, правильно ответили многие телезрители. Первой оказалась Раиса Шурыгина и получает за это призы от спонсора проекта «Я знаю свой город». Часто эту музыку я слышала, когда шла из школы, стояла на установке. Я училась в девятой школе. Я узнала, что первый исполнитель этой песни была Лидия Русланова. Она её ещё до войны записала на грампластинку. И эта песня стала уже более широко известна народу. Её стали все исполнять. Не только в городе, но и за пределами этого города. А вот и очередная телезагадка. В 2014 году началась новая история городского футбола. По инициативе главы округа был создан клуб Муром, который сегодня успешно выступает в профессиональной футбольной лиге. Этот вид спорта и ранее был в городе самым популярным, как свидетельствуют СМИ тех времён. Игра зародилась у нас ещё в 1910-е годы, прошлого столетия. В 1937 году в городе выступали 16 футбольных команд. В послевременционный период в нашем городе первая футбольная команда появилась на Муромском заводе паровоза ремонтном. Называлась она «Локомотив». В этой команде ещё играл наш знаменитый земляк, герой Советского Союза Николай Гастелло. Тогда в нашем городе ещё не существовало регулярного чемпионата ни города, ни области. И наша команда играла, так сказать, договорные матчи с командами из других городов. Вопрос 28-й краеведческой викторины звучит так. В каком году в Муроме состоялся первый чемпионат города по футболу? Если вы знаете ответ, ждём его во вторник с 14 до 15 часов по телефону студии 998-55. Победитель получит приз. Регина Ломакина, Александр Симонов. Специально для новости Муром. Викторина проводится при главной финансовой поддержке магазина игрушек «Бегемотик». Эфир завершает прогноз погоды. Смотрите новости Мурмы. Будьте в курсе событий. Наш сайт в интернете – muromtv.ru. Хорошего настроения. Увидимся на РЕН. Здравствуйте. В эфире прогноз погоды. Я его ведущая Регина Ломакина. Прогноз погоды выходит при поддержке туристического агентства «Магазин горящих путёвок». Горящие туры и жаркие цены. Раннее бронирование – зима 2017. Таиланд, Индия, Эмираты, Бали, Доминиканская республика, Вьетнам, Мексика, а также горнолыжные курорты ждут вас. Мы рады предложить вам новые и уже полюбившиеся направления со скидкой. Магазин «Горящих путёвок». Отдыхайте с выгодой. Мура, улица Советская, дом 75, торговый центр «Гермес». Подробности бронирования по телефону 9 11 85. Синоптики прогнозируют в Мурме во вторник, 17 октября, небольшой дождь. Атмосферное давление 751 мм тупного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 4 градусов тепла, утром до плюс 6. В течение дня температура поднимется до плюс 9 градусов. Это был прогноз на 17 октября. Хорошей погоды вам и вашему дому. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова